воскресный ужин у меня сегодня на ужин картошка отварная мандира варила вот а потом почистила но не масло ничего нет рыба жареная жарила не я только чистила пожарила сестра смотрите какая рыба какая рыбка ай-яй-яй-яй-яй просто видение отвал башки ведь у меня есть кусочек мяска и здесь у меня капуста калераби вместе с майонезом все и хлебушек 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 я кстати не ожидала либо очень вкусно обалденная я сегодня ее почистила я уже говорила мне очень нравится вот это вот что ее сразу внутренности вынимают жабры вынимают и вот она уже полностью распотрошенная отлично конечно она как бы чуть-чуть почищена на тот же момент все равно и надо чистить я ее хорошо плавники обрезала всегда плавники обрезаю нормально обогина целый день это по акции брали целый день на сегодня ток марится то разбедняется не поймешь погода такая ну чё катушку хотели сначала почистить она мелко еще и чистить почистишь половину выкинешь но надо так вкусно обалденно ну да я рыбу-люблю чудо маленькую таку взяла это самая маленькая из всех молит рыбу надо кушать аккуратно чтобы не подавиться костяне ну а если вдруг так случилось что кость пошла не в то горло надо корочку хлеба желательно не жевать и так проглотить женщина тоже так пошла это я видела в интернете кости никто горло я только не могу понять как она проглотила стрелька кости такие крупные и они проткнули зубок это что ну надо аккуратно почему не переварились и желудочный соком неконятно очень аккуратно кушать я думала что она наружу надмотанной она будет такая какая-то сухая она прям сочная мы утром встали позавтра калин это было очень позднее сегодня воскресенье отдыхаем сделали кофе бутерброды сыр масло не стали там было банки икра я доела я бублик вкусные я бублик ела я тоже бублик ела тут же в германии постоянно приходят письма эти письма надо совсем организации их надо обязательно сберегать нас немцы научили чтобы они делают так что ложат значит все письма которые пришли и они так вот значит их потом сортируют и папку ложат в папку мы с Ларисой сегодня думаем надо разобрать нам почту почему-то у Юли оказалось 4 раза меньше письма ну это разобрали ну если правда я не знаю почему не так много потом надо купить это знаете что дырки делать мы положили вот эти файлики надо неудобно они будут так вы с этих файликов могут вываливаться надо надо дырки которые делают дыроку да а у нас есть которые скрепки делают но нам не надо я куплю сделаю дырки я уже все разобрала все не красится не мажется хожу такая красивенькая когда дома надо чтоб лицо отдыхало в глазах отдыхало по мне чуть-чуть не хватает соли ну правда вкусная такая сочная классно хорошая рыбка так она небольшая на килограмм 4 штучки она вроде небольшая я думала что она будет и сварить можно угу это было вакши это я в лиду там в лиду угу не не некоторые смеются говорить ой все по акции берут все по акции покупают а почему по акции не брать от этой рыбы я не помню почему ты брала ее 999 ну 10 евро килограмм представляете на килограмм сколько идет 4 4 ребёхи а так 14 вот это читай сколько ты сэпономишь классная рыба что некоторые не понимают некоторые думают что если в акции то это она порчена чешуя 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 вы думаете я не знаю когда мы берем 50 процентов там срок годности например там 2-3 дня или завтрашний день да но это немножко другое это вакции с хорошим сроком годности несмотря на то что она заморожена отлично тут у нас в группе объявление было можно было купить скумбрию но ящиков 10 а причем по 10 евро или 8 килограмм 80 евро 10 евро потом можно было купить креветки раки вареные уже кстати говоря 3 раки свежие нельзя продавать только вареные да не знаю насколько это правда потом можно было купить хек элементарь а я вот ты помни про чем мы правда скумбрием разве 10 не дешевно не 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 дешевно есть такая думаю мы в кауфланде брали ее 999 нам не дешевая не дешевая они берут заказы а потом говорят доставка будет тогда тогда ну вот отзыва нет я не вижу отзывов которые там сказали бы ой да класс но мы ничего не заказали я сказала юлида скумбрию ну или что промолчала мне на ездит да в голландию куда-то за ней или в польшу я не знаю мы как то тут скумбрию брали не очень давно а что старая была какая то такая знаете она суховатая такая была маленькая такая знаете худоватая так скумбрию люблю немножко пожирнее такая ну вот так а что то нету тут скумбрии холодного качеля ну то в кауфланде только есть это горячего а горячего холодно вот как у нас то на базаре у ларисы классный рецепт ларица в чай и ссорит скумбрию обалденно очень вкусно вкус классный и классно еще это мясо варить уже не в общем как то там рыбный день как то так уже все завтра уже все так быстро пробегают выходные успеваешь огонуться правильно Юля стоит документы сегодня перебрала письма а я сижу она мне Юля говорит ты будешь еще когда дыралку купим ты по новой начнете я говорю я не буду их я их перебрала все сложила как надо я говорю я не буду их вот это говорю в файлики ложить потом двойная работа потом с этого файлика опять вынимаю что это вообще за приколы я говорю куплю это дырка кол как он называется и чик 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 и все заделаю все чтобы оно вот это выпадало не надо я говорю не хочу я их сложила в коробочку все сложила все а говори что еще там делать я говорю так ты говорю потом говорит этот дырка кол купишь опять будешь перебирать все перебирали все убрали просто себе вот эту зажать туда ему побольше убирай вон ты какая огромная даже танцует хорошая рыба видите сколько мы до раду ели дома а сила с я никогда не пьет не пьет а какой он интересный вкус вкусно мы хорошо рыбужаем соли сын потому что в детстве очень много ели рыбу все разные в основном я вам уже рассказывала судак да тут уже покрова уже холода да угу сегодня кстати тоже не тепло мы ходили днем гуляли сколько было часа четыре прям холодно в кофте холодно было да а в кофте прохладно да а что завтра делать угу надо дать вам какой-то пальтишко или так а в кофте уже не подойдет так идти не ну можно а утром будет холодно нам смотреть сколько градусов завтра если будет дождь то будет сыро будет холодно ой надо же мне сложить еще свой этот подождевик а то я одевала его сушила я даже дождик не буду брать но если и мне пойдет дождь не попадет на мой сенсор ммм или мне он сразу отклеится а он тогда отклеится у меня нет я над дождевик ну я не умею этот дождевик носить я постоянно мокрано не хочу ну еще мяско он кусочек есть салат такой вкусный ммм мм 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 что это не полезно и что вкусно рыба жарена мм мм обалденно вкусно конечно лучше отварить мм 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 ladies share course томатной пасты и 2 столовые ложки обалденно будет со есть и туда еще все добавили можно что же будет рукав смеет Сейчас покушаем, потом еще выведу детям. Самый послушный мальчик на свете. Помоешься, буду спать. Сегодня иду с волчоночком и думаю, как он за это время детям прям постарел, посидел. Кир, ну что ты хочешь? Он нормальный, у него еще жить. Время, чтобы 10 лет получил инсульт. Угу. Как домашний был, все условия для него были. Ну да. Но все равно так, знаете, когда так волчонок на улице прожил тяжелую жизнь. Угу. Присматривайся, хочется, чтобы он был молодой. Молодой. Душовый. 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 Душовый телом. Сейчас спит. Про тебя говорят, да. Ух ты, по телгамуся моя. Так что такие вот новости. там на общей либе здесь разложилась вкусно все же не совсем полезно все вкусно она все не полезно кроме салата картошка не полезно хлеб не полезен майонез в салате не полезен щечки вкусно обалдеть у нас помню мама царство небесное судака как нажарить вот так не тарелочку а знаете это такие а то были эмалированные миски такие вот это целую миску можете я не знаю там сколько было судака на 3 а судаки не подсылки вот такие судаки это подсылочки когда маленькие помню нас заставляла это чистить я со временем почищу а прикиньте там судаки она ж маленькая такая шелуха и он такой довольно таким тяжеловато на чищу мама нажарить вот мне везло мне не заставляли у меня руки не с того места росли я всегда учидаю для молодец мама папа с работы а че то жарить она нас не заставляла да не приходила сюда сама готова потом картошки нам варит но это еще луку так обжарить а потом знаете так картошку например в миску и вот это луком вот так вот сверху ой вкуснятища знаете какая ну или пюре с лисовичным маслом обалдеть а тогда по весне так я помню молодая картошечка этот салат вот это сделать с капусты с огурцом когда только капуста начинается ой такое вкусно или помидор огурец чесночок и петрушка почему-то не укроп а петрушка да и мы никогда не ели по отдельности сюда сюда вам приходилось работы накрывали стол накрываем стол все садимся как там было у нас такой можно сказать ритуал что ли в магазинах не было ничего но в холодильниках было все правильно у мамы все знакомства в магазине юбилейном или в магазине Русь колбасы нигде нету да вот эту копченую так вообще молчу были только в капторге да копченая колбаса но они дорогие у нас был капторка там я не знаю что это с наценкой это было или что или честно я не знаю не буду брать оперативное предприятие у меня была колбаса держал азербайджанец на ремонт я это уже напомню а потом его жена и это колбаса колбаса там докторская любительская надо было ли очередь стоять и по записи знаете включите раньше по номерам занимали очередь номер за колбаса за молоком за маслом но если у тебя есть знакомы все понятное дело что продавцы тебе всегда что-то оставляют всегда дадут а вот 24 копейки стоило молоко 3 литра когда получается 12 72 копейки а мама давала рубли значит получается вот тут сколько это там 75 28 копеек давала ей как бы сверху чтобы получить на шоку она и молоко утром налила ну у них как жакаруку мой костик ты мне я тебе молоко приезжало как они приходили на работу отдельный вход был у молочницы магазин 8 рано молоко приезжала такая будочка у нее она там продает потом оба интересно почему не было копченой колбасы когда приезжали машина приезжала в колбасы почему никогда не было копченой колбасы не был то сервелат что-то дороговато был был я никогда не видела что на продаже был не помню его как-то и очень мало привозили мы редко просто брали кстати я сейчас такие даже не видела никогда не помню такой вкус рыбная коклета такая круглая вот сейчас я вспоминаю этот вкус обалденно она в панировке было я не помню сколько на стол 2 40 или 220 килограмм но не очень дорого а мне нравилась и сама эта корочка ну да она как-то так жарко 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 мы вот эту корочку выйдем от остальных было это на праздники столы ломятся везде все дефицит зато сейчас у людей магазины ломятся от изобилия но купить себе не каждый может позволить такими огромными ценами как у нас в украине и с такими маленькими пенсиями если у нас пенсия 2 до сколько пенсия минимальная 2 360 вот прикиньте минимальная пенсия 2 360 можете себе представить как человек прожить заплатить за жилье я не знаю там дают может субсидии что-то все равно что ты можешь купить на них не разгуляйся посмотрела в украине цены блогеров смотрела покажу какие цены украине раньше это крылышки крылышки и вот это от крылышек вот это я не знаю даже как это назвать такая такое место последняя фаланга вот это такая вот она идет практически надо выбрасывать ее собакам и кошкам покупали а сейчас я смотрю продают вот этих куриных магазинах и она 60 гривен килограмм представляете так там же кушать нечем там я даже не знаю если суп сварить что там за навар даже не могу представить а сколько же стоит сейчас корпуса такие как я покупала это тоже не даже не знаю я смотрю еще промотала думаю еще раз посмотрю 60 гривен 50 58 чем-то вот это фаланга это так вот это вообще даже не знаю рагу даже сделать суп сварить никакого не навара ничего я не знаю вообще я так посмотрел мне прямо аж стало очень больно и прям не не знаю до слез ну как капец просто капец я по ездила на лесную покупала волчонку на лесной были 10 евро килограмм а фури дымерки они такие были более такие мясные ну там прям действительно можно самим есть я даже запекала нам их надо 16 евро бой гривен был и то как ты думаешь что как-то дорого я сейчас они тут даже не представляю 980 не знаю так вот эти вы поняли да какие корпуса такие вот этот хребки хребты хребты как суповые наборы так а бывали они такие хорошие что лариса и правда так он берет чесноком сделает и запечет они такие классные такие вкусные и так походке так вот прям сам берешь и грызешь очень вкусные сейчас я даже не знаю сколько они стоят если ты стоит тут идет крыла даже я не знаю это косточка это поняли да сколько она стоит даже не могу не могу себе представить в общем такие вот дела что что побачила то и кажу ничего не не большего не меньше вот что есть то есть также такие вот дела так что осталось можно не назвать 500 гривен тоже ты мне извини капец это сколько получается 50 гривен 100 грамм о 50 гривен 100 грамм представляете ты очень дорого а 100 грамм это так а прикиньте 50 гривен да если у тебя вот это вот такая вот и сейчас наверно я не знаю сейчас конечно какие зарплаты но я думаю что зарплаты сейчас не поднялись они увеличены зарплаты как-то люди выживают да это хорошо действительно что есть если у тебя есть жилплощадь в столице а если у тебя жилплощади нет это ты меня извини а я ты вода вот так вот как это хочешь дать зарплату тебе тоже хочется чтоб тебе было больше зарплаты а что ты тут зарплату получишь я дальше ее за жилье вот тебе пожалуйста еще и хватит тебе вот это то есть овчинка выделки не стоит тут тоже знаете такое зубов да да я покажу натрите сколько у нее зубище они не острые такие но это просто смотрите видно вам вот вот и представьте что мы едим как это как это которая рыба хищница есть пока нет такая вот похожа на нее маленькая когда чувствует кровь и ранее интересная пиранье на съедобная она она нет она все подряд есть да уж и ну да такая верхнем ряду она они сюда всмыкаются эти выходят я ее сегодня хорошо я рот открывала так хорошо чистила я вот плавники вот эти вот не люблю потому что ну не знаю я их если в муке вот так знаете люди любят обжарить и за них хрустят и хорошо в этом ну что то не знаю я их не люблю если где-то попадается то съедаю а хвосты вот это плавники я стараюсь их обрезать не знаю почему если там перышко попадется так как-то забудешь его отрезать ну если может на стол как-то так знаете чтобы запекать оставить то можно а так в основном я обрезаю эти плавники лариса если чистит обрезаем не оставляет плавники не перышки а люди любят вот так вот их по объедать погладать когда варишь например уху плавники дают ну такую насыщенную ну да клейкость вот эту тоже дают клейковину какую-то знаете как холодец ты варишь так плавники я не знаю что я плавники не знаю их надо так хорошо мыть чтобы вот это вот в каждой рыбе все равно есть это знаете скользкое такое вот такое вот вот такое да его надо хорошо вымывать хорошо вычищать в общем такое я рыбу хорошо всегда чищу и хорошо ее все домой идеально так все ладно буду я все это убирать сейчас сделаю наверное чай с ромашки сейчас да сейчас еще полчаса попью чай и мы в общем пойдем на прогулку все потом надо помыться так что все кто молодец я молодец все сегодня сделала хорошо вкусно поел себя не похвалишь никто не похвалишь так что все 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 все